меня очень просили выйти в перископ я вышла мне в принципе особо и делать сейчас уже нечего вроде вещи я уже почти собрала поела что мне за такое торчит саменька эта история грим смыла лицо только надо еще помыть спасибо всем за поздравление мяч приятно вот что еще лицо еще на надо я попозже буду сделать так чего еще вам рассказать ну во первых кто еще не видел не знает вот третье место симпатичная женщина такая мне досталась кто не видел вот третье место симпатичная похоже на меня нет не похоже попа поп похож же опасно вот поэтому мужчина поедет со мной в мою коллекцию да мы принесли третье место нашей стране чего хочу сказать что на самом деле было очень сложно когда я увидела девочек которые в моей категории первое и второе место заняли я подумала что надо было идти в 163 между намерили 163 потому что у нас была самая сильная категория и были очень крутые две девчонки анита и вот эта девушка забываю фамилию бразилианка который первое место заняла я когда ее увидела я ярославий хорошие девчонки надеюсь не в моей категории а выше я говорю классные я сначала бы лучше победить анита в черном купальнике такая черная девочка но потом когда обстала фотки в сравнении я поняла что у нее есть проблема с пропорциями на офигенно она нереально очень красивая девушка я в жизни просто видим постоянно вместе сидели рядом в одной категории она очень-очень прикольно в жизни очень приятно очень красивая очень эффектно но проблема небольшая в пропорции она проигрывает потому что немножко длинный корпус относительно ног ноги чуть-чуть по соотношению вы посмотрите фотографии они чуть короче выглядят девушка которая бразилианка первое место она да она очень красиво эффектно я не знаю почему но она по моему анита я не помню 300 какая то ну короче в черном она красивая такая девушка но который занял первое место я очень удивилась когда увидела фото она вообще на фото выглядит вообще по-другому она в жизни очень эффектно я не знаю почему она на фотографиях не выглядит красиво ну не так красиво как вот на о привет привет да завтра буду вылетать уже вот василиса мне уже пишет там про какие-то куклы костюмы короче обычно что еще ну вот поэтому я в принципе предполагал что девочка займет первое место я знал чтобы тройка примерно так меняться вот потому что уже как-то я знаю критерии категории уже вижу когда там чё там где там как там уже все-таки не кручусь в этой истории какое-то время и уже глаз наметан там на девчонок уже вижу там кто чем может примерно занять вот кто еще наши наши все хорошо выступили наши все классная команда все хорошо бикиняшки наши настя волкова 2 стала в 163 юля ходкина 5 гамудина лена стала шестая маша кузьмина стала третья в мастерах не не знаю какой она в общем в открытой категории занял но она стала третьего мастера в он взял я считаю что все выступили классно все молодцы я хочу сказать одно что был очень да они то вот это да она второе стало я хочу сказать что был очень сложный чемпионат было очень красивые девчонки реально вот прям уровень очень хороший говорят что бодифитнес там не такой уровень хороший был я не знаю но роме привет но могу сказать что абсолютно точно что бикини были все классные прям вот хорошая категория я думаю чтобы по ходу видеть уровень классный просто проблема в том что для многих девчонок кто там выступал они выступают в нпс и они подводились к этому старту очень серьезно поскольку у меня сезон только начинается я там как-то усохнули глобально не могла себе позволить я буду сохнуть дальше буду сушиться и хочу быть еще суши достаточно но достаточно намного скажем так вот просто пиковая форма не сейчас безусловно как какие следующие турниры в общем я сейчас буду выяснять я пока мне дело в том что сейчас же открыли новую лигу элиты и и будут тестировать на чемпионате европы элит 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 пб в ней участвуют призеры и те кто взял первые места на олимпе на арнольде ну и прочих крупных чемпионатах и эта лига как будто европейская про знаете как бы вот то есть чемпионы соревнуются между собой эту лигу будет тестировать на европе но я просто не могу понять у меня место в сборной кончается сборные место сборной россии год после первого места то есть первое место я в краснодаре прошлой весной заняла вот целый год я могла составе сборной ехать я не понимаю и нужно ли мне для того чтобы выступать в элит лиги ехать на чемпионат россии чтобы получить зачет сборную вот если мне я сейчас посоветую сказать федерации спрошу тренера там у всех там узнаю и будет понятно нужно ли мне ехать на россию если мне скажет тренер что отъехать на россию то естественно я поеду на россию потому что я пока не понимаю если в эту лигу я прохожу как бы без это сам я объяснила почему они то не выиграла она могла выиграть очень легко но у нее проблема есть небольшая с пропорциями она офигенная выиграет обязательно если рядом не будет длинноногой девочки стоять вот и все но когда стоит рядом длинноногая девочка с похожими кондициями то она проигрывает чисто по пропорциям что еще хотела сказать ну вот значит пока поэтому планы министы я понимаю что поеду чемпионат европы в каком-то виде но в каком я пока не понимаю и не понимаю возможно я буду на россии еще выступать мурманске если мне скажет тренер я просто правила я просто хочу все по правилам сделать я знаю что девчонки там как-то просят пишут там умоляют в сборную просто там куда-то на международной съездить ничего не заняв или там не знаю не заняв там нужного места для зачета но я считаю что надо как бы по правилам все делать не надо как сказать не надо как-то во все щели без мыла залезать там знаете это не очень наверное правильно и не честно к другим к другим участникам надо на россии выступлю на россии на россии надо идти в тройку и я буду в спорной ой ребят тяжело было в первый день это был просто кошмар вы не представляете я еле стояла на ногах мне игру мне ярослава клич кричал из-за сцены ты живая ты дышишь все нормально кивни головой если ты живая я стояла и просто одной девушке стало плохо рядом в обмороке она она реально в обморок начала падать и унесли на штыря и дали понюхать и вернули и я стою имя такое ощущение что я просто вот на какой-то момент я следующая то есть у меня прям я поплыла на какой-то момент самочувствие получше я начала пить антибиотики слава богу мне вот саша тимошенко дал мне свои какие-то запасы антибиотиков простуда влияет тем что проблема с оттоком жидкости к это болеешь это нормальная история поэтому в принципе даже по фотографии даже видно что я была намного суше но потом вот и меня резко на чё общего ничего не ела не пила и познала если еще что есть начну лепить это будет проблема с водой у меня естественно случилась проблема с водой но сегодня если посмотреть по фото я уже суше потому что уже болезнь отступает и мне проще держать ну и плюс антибиотики тоже воду держит мне проще уже скажем так выступать и форму подводить уже конечно мне бы еще вот пару дней я бы конечно уже в идеальной форме но я болею поскольку уже это тяжело было уже несколько дней с температурой и вообще на таблетах я на протестамоле на этом жила на ибупрофене на то что я смогла купить это вообще кошмар был как я вообще вышла в первый день это просто я не знаю ярослава вот свидетель я была в таком аути я просто я подняться с кровати не могла еще вышла там что-то какой-то дефиле еще там хэ-хэй вот нет билеты я сама оплачивала нет федерация ничего не оплачивает нам вот поэтому спасибо за приятные слова поэтому ничего я конечно же не это самое чего креатин да зачем ему креатин вообще никто его не пьет из девушек девушкам не нужен он же силовые поднимает чего нам креатин нужен интересно никому никто не пьет его нет арнольда не было но нам сказали что он будет фотографироваться с оверл виннером но с оверл чемпионами сказать что вы можете за сцену пройти и потом будет фотосессия с арнольдом вот классно у тебя и ужасно как это классно у тебя и ужасно это как классный арнольда лет шестьдесят на шестьдесят пять но он классно выглядит он хороший дядька очень прикольный гостиницы за свой счет тоже конечно все за свой счет ничего не дали вот я только что рассказал как у меня старт еще до конца не непонятно я хочу поехать на новую лигу выступать на элит и который будет на чемпионате европы тестироваться и потом еще на мозолане про будет эта же лига но просто мне могут сказать что мне надо ехать на россию по правилам выступать что год прошел место в сборной держится год ты должна занять первое по шестое место хотя бы на россии и тогда ты можешь выступать международных соревнованиях имеешь право подать заявку и можешь ехать в создаве сборной за свой счет естественно если что когда ты есть на мир и европу там частично проживание что-то там трансфер какие-то оплачиваются вот поэтому там хоть как-то федерации участвует а это коммерческие турниры федерации не не должна ничего оплачивать да макияж сама делала пряди делала сама пристегнула но честно сказать я же пряди делала пряди мне не понравилось пряди придется наращивать волосы опять как я не хотела свои отращивала но поход дела неизбежная участь блин когда выступаешь вообще невозможно с этими прядями пока ты их прицепишь что-то не так прицепило башка все чешется они где-то тут торчат вообще ужас просто придями это конечно такой геморрой купила дорогие хорошие пряди на эти на заколочках это ужас просто господи девочки кто-то их носит и кайфует мне так много хвалили это кошмар да обязательно длинные волосы должно красиво смотреться ну да я хочу такую же длину мне придется нарастить просто хотя бы чтобы свои смотрелись чуть-чуть по длине погущими но я мне кажется не промою голову тогда что там буду меня очень чувствительная кожа головы если они там я знаю вот эти в косичке которые заплетают и пришивают я очень боюсь что голову не промою миза начнется просто полный трэш с кожей головы я это не могу мне надо очень хорошо голову промывать ну я да она не образ такой идет нет нет пряди нормально как бы да но просто мне не не красиво не мне не удобно в них мне не нравится и визуально как они смотрятся пряди мне во первых глава маленького нереально маленькое лицо и маленькая глава как ни странно просто диаметру и мне эти пряди как сказать они торчат я их не могу слишком много есть ключ это некрасиво вообще зависит от общего от общей эстетики результат все-таки мне лично красиво с длинными волосами и не хочу выступать с короткими ну такие средние прям до до жопы мне не надо косу но как бы вот длинный волос вот как у меня были они достаточно да я знаю на фото и крупнее на видео но все кто меня в жизни видел значит иллюзия что я очень маленькой с длинными мне сказали делать не кудряшки мне сказал тренер мальвину нахрен убрать все я даже живу очень маленько крошечка хаврошечка маску завтра причем но ярослав ты тоже маленькая ярослав то 57 58 килограмм весит но я 55 54 ну что я 55 54 я больше соревновательный период ты не вешу у меня у меня межсезон 60 максимум ярослава в межсезон 62 64 у нас разница не такая уж там большая 3 4 килограмма вот ой ребят здесь такой тухлый городишко тут гулять негде где что-то гулять это кошмар это ужас го это не город это просто игру как из фильма солен хилл какой-то блин ярослава да она мы где-то одинаковые просто у нас пропорции другие качества тела разных чемпионат россии будет мурманские проходить мы поели да я съела гамбургер картошку есть не стала то что на фото честно картошку не стал дать почему у меня не работает нос и я не чувствую ни запах знаете когда вот болеешь не чувствуешь не чувствуешь ни вкус ни запах вообще я короче бургер как-то съела ну просто потому что надо надо было загрузиться хорошо пошла на безуглеводки вообще две недели углеводы не ела вот и надо было как бы хорошенечко грузануть организм то что реально калорий там на 700 800 последнее там время живу ну вот именно там последние дней 10 наверное то что там одна курица с ботвой вот и съела бургер как бы окей а вот когда покушала картошку это как картон ну как бы меня вкус не чувствую себя почувствовала вкус я уже сижу езжу ену как бумагой в кетчуп макнула не чувствую вкус короче весь не стала невкусным вот ну чё смысл есть если ты не чувствуешь что ты ешь я также курицу могу пожевать вообще не чувствую ничего чего я ем то зачем мне это надо лишним все что-то пихать сладкое не хочу мы по дороге шли купили какой-то батончик разломались вон со славкой на двоих короче она горит гадость не хочу я съела гадость не хочу выкинули мусорку какой-то спинат-батор как этот называется пинат-батор как это пасты с арахисовой пастой водички а это прикол мы короче зашли в какой-то магаз я говорю я хочу мне после соревнований всегда хочется сладкого газированного напитка мы короче заходим в какой-то киоск нашли там при отеле я смотрю куколу с белой этикеткой думала что это дает я беру дает zero калорий я беру короче присасываюсь вот и что это же не дает а я смотрю на белая этикетка просто какая-то ванила кукол она с сахаром я клянусь никогда в жизни вообще не было сахаром только в детстве для меня это вообще если покупаю куколу только ну с zero и тут я короче присосалась вообще это за сахаром у меня инфаркт не случился потому что сахар вообще не кушал не я не такой фанат это вот ярослава это просто фанат арахисовой пасты на не дня не может без нее прожить она съедает хотя бы ложку ну она жиры тоже мы нашли тут без сахара есть там на сушке ну честно вот за сушку там за недель шесть раз или два пила я zero carbs ну самом начале что-то прям вот иногда мне бывает я вообще не фанат но иногда знаете как что-то сладенького хочется я раз zero выпила там маленькую баночку ну маленькую там никаких без фанатизма лучше уж на колу сорваться zero чем на какие-то пирожные на что-то там какой-то девчонки ой девчонки это кошмар как живут из сколько же они живут девочки я как смотрю они прям шоколад пихают вот так пачками в рот это же невозможно там содержится растительный жир жиры должны получать как-то не животные где холестерина растительные жиры поэтому можно ложечку две пасты в обычной жизни съедать ну там сколько две тейбл спун у них норма считается вот две тейбл спун поэтому как бы они съедают ее и нормально знаете был был нет у меня никогда не было до бикини блин ведра нателлы точно я вообще в шоке ребят я такого вообще в жизни не делать честно скажу я конечно чемпионате москвы думал я видела все когда девочки торт ложками просто тебе помню девочка санчо панса короче этот сметанник она просто ложка мне руки трясутся и она еще куколы но не zero запевает я смотрю двое моё это ж надо вообще как мне уже лезет это все и вообще не понимаю и это я в шоке просто и прям ну господи неужели тебя так вот пригорелая с этой едой вот бежит она еще из трусов не выпрыгнула а она берет ложкой даже не отрезав и хреначи целый торт ложка из вот этой прям коробки в которой он находится причем я могу сказать так делать только бикини бодифитнес поскромнее немножко потому что они уже прошарены они уже понимают чем это грозит уже видимо подольше качаются между квадрицепсом бицепсом бедра ну просто долго долго сушиться американки это что-то они берут короче этот пинат баттер и намазывают короче на все варенье джем и едят и короче эти хлеб цирисовый и стоит такой хруст за сценой это просто я сидеть не могла я выходила из раздевалки я не ем до выхода я в день выхода не ем до выхода не ем я ем только белок чтобы остатки воды вышли потому что я вообще такой тип сложения тела моего он склонен к задержке жидкости в принципе я еще болею у меня сам по себе отток жидкости нарушен я думаю если я щас еще нутелла сожру так я вообще выкачусь на сцену я не гружусь вообще ребят и загрузка допускается при очень очень низком проценте жира можно к чуть подгрузиться но там определенных определенные условия должны быть короче мне не до загрузки мне не та форма чтобы грузиться я поэтому вообще я держу строго без углеводку до самого конца я короче сижу курицу ем без углеводку без углеводов просто с травой они прям хрустят они живут а потом мы стоим в очереди за сценой но ярослава в зависимости от ситуации она все-таки намного суше у нее мяса гораздо больше и надо быть круглый наполненный большой мне можно не грузиться у меня мышцы принципе достаточно нет у кого-то нужно грузиться у кого-то не нужно но просто часто к загрузке подходит как дань традиции понимаете они начинают грузиться все вообще они не думают надо грузиться не надо грузиться просто вот все жрут значит и мне надо жрать почему некоторые прям такие там толстенькие они все равно едят вот и вот этого все очень странно просто надо же понимать в каком количестве грузиться сколько у грамм грузиться это же надо а не так что сидишь хрум 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 а потом короче нас выстрелили в линейку когда 40 человек всех выставили и стоят короче все и стоит впереди меня девки стоит одна и говорит ой я так наелась меня так пучит у меня так живот вдуло это как год ой я тоже так наелась у меня живот болит в туалет хочу я стою блин так чё ж вы жрали то и стоят но это короче за живот держится я клянусь я не придумал то есть они прям стоят передо мной я смотрю и нормально ну вот они многие так но эти девочки к сожалению конечно кто победительницы кто призовые занял там вот они то вот эта девочка первое место они такой ерундой не занимались если они ничего такого не жрали я видел что они то еще там вот эта девочка бразилианта еще несколько они по маленькой конфетке шоколадно перед сценой все скушали и пошли да фернандо фернандо я просто забываю это они то я запомнила просто так немножко перекинулись пары фраз вот остальные это самое девчонки вот кто призерки они не ели они сидели тоже курочку ели и по одной маленькой конфеточки такой шоколадный ммд м сеньки скушали перед сценой чтобы сахар поднять чтобы взбодриться и все и на сцену пошли никто не жрет вот это все паста вот это вот это кошмар меня шок просто я думал что на чемпионате москвы такое жралово идет что я такого не видела и не увижу больше нигде но теперь я видела все просто американки наших переживут бикини нет просто это с опытом все приходит я тоже ела сладкое перед сценой ну все едят я думаю мне на тоже надо еще кого-то спросила ну надо наверное тоже ну и съела короче я объяснила почему они 2 по фото как раз таки все понятно вот той праге привет прага шикарный город юлька у меня там подружка живет ярослава пошла на выставку ее тренер попросил ее слезно в ультимативной форме сфотографироваться с ребятами с ее же команды в питерской с медалями там с кубками и сказал что ну прям вот надо я говорю слушай я на выставку уже не пойду я так устала что она пошла на выставку одна она попозже зайдет и мы погуляем алкоголь пили там народ бухал вино ребята ну клянусь ну просто с бутылем из с какими-то этими как их фужеры такие бокалы представляете они пришли и бухали там отмечали уже еще не вышли никуда бухали сказали что будут фоткаться только абсолютные винары победителя я не абсолют винар поэтому арнольда было не схватить не он пул там был 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 сегодня был он тоже вот у меня еще сегодня осталась кондиция после бургера после бургера все еще осталось после бургера еще бедро делится пока потому что всем нужен тренер потому что я со стороны нужен адекватный взгляд может там кто-то фоткался ребят на самом деле если задаться целью честно вам скажу то можно с ним сфоткаться но у меня такой цели не было поэтому честно вам скажу мне было лень можете меня просто сейчас не понять но мне так устало только что рассказывали росла она пошла на выставку потому что ей надо извините посмотрю как зеркало притяжусь даже ты не надо там не дела короче на выставке уйти грим да я наносила там грим там наносим грим стоит 150 долларов сервис хороший первый день грим закосячили очень сильно короче было какие-то капли на ноге на бедре какой-то развод сзади я подхожу грим закрасьте мне они короче взяли мне еще хуже сделали размазали там не кости пятна и все ноги в пятнах я подхожу уже злая игры fix it исправьте мне они год она уже ничего сделать не можем если мы будем тереть сейчас уже на третий раз будет еще хуже я просто злая была как черт конечно они игры 150 долларов платила вы мне тут мы закосячили весь грим вообще ужас просто ну чё делать такое бывает поэтому чего на второй день вроде грим нормальный был я уже следила за всем но на самом деле надо отдать должное та же команда была что и на мадриде на арнольд классик те же самые ребята самой нет неудобно ну много со своим да да нет гриме тяжело неделю или две отмывается ну такая кожа такая загорелая ну мне даже нравится потому что такое вроде как будто солярий вроде как ты в солярии походил грим не наш грим джонтановский одежду пачкает постель пачкает ярослава постели на простынка детская какой-то из дома взяла чтобы выкидывать и потом нет не пятна и очень ровно смывается кстати загар такой прям ровненький офигенно типа автозагара но он жирная на самом деле пачкой то есть куда-то сядешь следы останутся но когда ты его с душем помоешься один раз прям с мочалкой то то что въелась в кожу выглядит как автозагар вот ну не знаю там видно вот я я достаточно сейчас выгляжу достаточно загорелый после этого мне еще надо конечно поотмыться да макияж и стал делать сама объясню почему потому что на таких лицо я грим мешаю с тональником чуть низко да я говорю на английском кстати в америке очень приятно многих это на испанском на испанском я тоже могу поэтому ну как бы у меня испанский такой как вам сказать не самый лучший но я могу и по испански изъясняться и хорошо понимаю его поэтому тут везде по испански и название всякие надписи на испанском и я зашла в кафе это была женщина и она почему-то сейчас со мной на испанском может я похожа на испанку и получается что я получается я так агро все бали испаньол но проблем вообще и мы по испански с ней почему-то я не знаю почему женщина была азиатской внешностью она со мной стала разговаривать на испанском ну окей как бы в америке нормальная история тут испанский как второй язык просто ну государственная очень интересно вот испанский вообще не учила просто по книжкам сама с разговорниками плюс там в испании много времени провела как бы я не знаю испанский как-то так я выучила английский английский сон практика вот я не могу сказать я ходила на курсы на какие-то да у меня не было репетиторов на курсы я ходила но перестал заниматься там 20 животных ну растянулась брюшная стенка что могу сказать свернулся значит другой в америку конечно же на визу конечно да свернулся у меня столько гримов вмешала с разными тональник у меня не сворачивается я не знаю чего честно сказать зависит что он свернулся я таким вот пуфиком специальным а я не учила но у меня просто есть практика сейчас по испанскому поэтому мне наверное проще у меня просто дочка каждое лето в испании по месяц по полтора по два мне придется ставить телефон на зарядку ссоре брюшную стенку надо втягивать назад сейчас я включу зарядку погодите тут все сложно заряжается он хоть нет не заряжается все заряжается то у меня тут выключается все не не работает у меня я буду сидеть теперь в полутьме у нас сейчас скажу 15 58 еще рано делать нечего но я пораньше сегодня лягу сейчас буду вещи собирать отчего про откат написать нет пресс не поможет пресс не поможет планку вакуум а про откат всех интересует у меня был откат по моему раз после первых соревнований но я не понимала что делать я готовилась вообще не умела я ничего не понимала сама когда готовилась всякую ерунду делала и естественно я не знала как там сушки выходить как не входить выходить и конечно я там наверное стала питаться как обычно и все мне что так но не то что меня бомбануло конечно меня никогда там на 15 на 20 килограмм не бомбила никогда в жизни ну кроме беременности то что вы видели все калаш я имею ввиду после соревнований никогда не было такого что там раз и плюс 20 раз и там плюс 15 на такого не было я даже сидит у меня были раньше срывы там что я ем-ем-ем хопа вижу уже короче там 1 плюс 3 то мне надо притормозить все надо углеводики понижать и там все что то но сейчас я вообще уже с этим завязала со всякой этой фигнёй ника мы еще в процессе формы дело в том что она мне сказала буквально выглядело все это так она мне пишет типа кать такая тема я все понимаю я все знаю но я очень хочу выйти через две с половиной недели я круто не понимаешь мы еще не сушились мы не успеем ну она мне говорит что вика демидова это которая в инстаграме вика демидова но я увидела несколько раз в жизни до видел и не пью жидкость вот так вот съедаю таблетки ипупрофен антибиотики без воды представляете вот я там три дня без воды больная и я не пью я видела эту девушку несколько раз в кафе в кино она все время фотографировалась и муж все время фотографировал в разных ракурсах у меня молодой человек он не знает кто это он говорит какие-то сумасшедшие люди она поесть сюда пришла ли у них фотосессия давай пересядем я не понимаю что они делают она и легла и ноги закинула очень очень худая девушка без каких-то форм просто худая сухая очень девушка бедного никаких там глобальных изгибов но она очень милая как бы внешне симпатично не про фитнес ну не про фитнес просто ну как бы в моем понятии фитнес имеется ввиду прям если просто но у меня понятие фитнеса сами понимаете я про это говорю не про жизнь говорю для жизни наверное да я просто просто худенько подтянутой девочки когда там попа я не могу сказать что там еще что-то что-то там выдающийся что-то обвиснет резко да может что-то резко описать кому там поцелуи на ребята мне не жалко честное слово большое почему растягивается большие большое количество еды большие порции вакуум этот самый таком планка вакуум и проще упражнение который кор внутренний внутренний как бы пресс укрепляют даже несколько слов пресса то что вы видите сверху только первый самый слой эксклюзивный кис вот поэтому чего люди удивляться то посмотрите на размер порции живот же тоже не резиновый точнее он резиновым с этим может очень хорошо прекрасно растянуться во первых надо начать не пить палитру за раз там чая воды и не надо пить есть при этом по полкило вот так возьму тазик и съедают я вот часто но маленькими порциями прям по 100 грамм кушаю прям маленькими живот чтобы не растягиваться надо мне так этот самый как этот диастаз расхождение мышц если я чуть что у меня сразу живот потому что просто достаточно большое расстояние между мышцами у меня вот ну как выходите сушки плавно повышать количество углеводов я не знаю форму насти я ее не видела я не могу ничего сказать hello brazil спасибо спасибочки большое вакуум правильно делать ну куча информации интернете девчонки hi from columbus united states arnold classic нет овощей я не считаю учитывая что мы едим только салат огурцы что-то зеленый брокколи да я рано улетаю я улетаю с из columbus в нью-йорк в 7 утра по местному потом я улетаю из нью-йорка там несколько часов сидения в аэропорту а потом я полечу из нью-йорка в москву я буду в москве понедельник утром ничего не купила дочка на меня обиделась некогда было правда я думаю что здесь что-то куплю но проблема здесь заключается в том что в этом занюханом городишке никого не хочу обидеть на город просто кошмар я сюда не кажется больше не приедешь на денег ну честно потому что магазины все находятся за чертой города выходные все закрыто вообще мы пошли нашли макдональдс в каком-то не знаю темнокожем районе жутком когда какие-то бомжи к нам предстают пьяные люди вообще куда куда мы попали к нам вы целыми отсюда выйти ну да у меня будет там долгая пересадка несколько часов я надеюсь что я там найду какую-то игрушку иначе меня домой не пустят просто и нужен гид монстр хай она ждет вот еще что-то она ждет я надеюсь что что-то я куплю потому что моя статуэтка за монстр хай не 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 сгодится надо что-то купить классное для того чтобы ребенок был тоже доволен вот ну вот я надеюсь то что меня будет там скажу с 9 утра до часу дня мне там чалится у меня в 14 часов самолет но в 13 посадка начнется потому что большой рейс нет я лечу 1 она летит другим рейсом по моему она седьмого летит она захотела позже улетать а у нее она унесла с собой ей просто дали задание чтобы она для своей команды сфоткалась с кубком и с другими ребятками ребятами там с ее команды чтобы все были с наградами с питерскими поэтому она захватила свою статуэтку носу только выглядит как женщина бодифитнес вот она захватила свою статуэтку и пошла на выставку там сфоткаться yes i'm russian 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 girl my baby помните эта песня была как это группа комбинация была да сегодня мы короче покупали какую-то воду какую-то фигню в киоске мужик там был пакистанец он такой типа ты русская у меня русская а он такой говорит о год путин путин very strong man очень смешно это очень смешно ну водная загрузка чтобы разогнать почки чем больше ты воды пьешь тем меньше и задерживается в организме потому что организм начинает от стресса задерживать воду а то что воды не хватает и начинает накапливать а сесть еще при этом соль ешь там еще что-то углеводы и что ты можешь очень хорошо отекать здорово вот поэтому если ты убираешь соль начинаешь грузить воду а потом и перед выходом снижая что вода лучше сливается нет совсем без воды я ушла от этой схеме как раз просто тренер пропагандировал там по два по три дня без воды вот и поэтому я лично провожу эксперименты постоянно на себе не всегда удачный там как на мир но иногда у меня бывает с загрузками просто я все время пытаюсь что-то найти какие-то новые комбинации вот в результате я поняла что умудрить мне лично не надо грузиться никаких мини надо таких глобальных ну иногда конечно вот разные ситуации и пить я практически до последнего пью не бывает так что прям сильно выключаю воды я чуть-чуть могу себя воды оставить нет соль не ограничивай себя я конечно просто человек который не любит очень соленые продукты я не усаливаю все там в ужасном каком-то виде я чуть-чуть подсаливаю но я не ем очень соленая в принципе ну просто не люблю наверное вот поэтому не ограничено я ничем не грузилась я же говорю ничего не грузилась поэтому без загрузки ушла ярослава фанат дикий просто на вот это вот лопает просто каждый день тоннами не знаю не прям ритуал каждый день с пастой такие у тебя спасибочки спасибо спасибо кто меня поздравляет жду ярослава надеюсь что он скоро придет то мне скучно хоть вы меня развлекать почему делает много с грудью когда следующий старт отвечала раньше причем раза два или три я знаю что не все сразу включаются ну честно силов нет иногда просто повторять одну тоже по несколько раз сейчас я найду свой платочек мне нужен платочек у меня еще насморк такой сильно ужасно просто все что я вот что нашла я нашла орехи миндаль нашла я могу поесть мой лучше с врачу конечно мне девушка все равно память не стала первая стала в красном я объяснила почему девушка в черном не стала первой это видно на фотографиях я сначала думал что она тоже будет первым когда увидел фото сравнениями стал все ясно у него есть проблемы с пропорцией ну да я не могу жить в апартаментах тех там мне там не нравится как бы комфортно жить в отелях ну нет некоторые девчонки так пушапят что я думаю что силикона на самом деле кажется своя фотки на разных сайтах есть на гетбик точно должны быть скоро фотки они быстро выкладывают миндаль без соли надо же растительный жир забирать да нет они то я объясню ребят очень красивая девушка в жизни видела это увидел потом на фотке просто много это просто видишь чека тебе кажется блин какая красивая девушка как круто когда стоит в линейке видно что у нее туловище длинная а ноги чуть короче ничего там такого нет конечно страшно но я объясняю все рядом с девочкой с нормальными пропорциями она пролетит даже не лучше качество тела потому что бикини очень важна пропорция я когда увидел эту бразильянку фернандо которая выиграла я ранее рассказывала я поняла что кто-то из них я думаю что бразильянка будет старая не то первое то я посмотрела фотки потому что они теперь они дадут поэтому бразильянка она прикольно мне понравилось я говорю что она внешне смотрелась в жизни намного лучше чем на фотках на фотках волос какой-то некрасивая очень красивая девушка была в смысле в жизни она очень эффектно я не ничего такого думаете ше торт или шоколад не ничего такого нет этого не хочу но знаете подачи они все таки нпс позирует все со скруткой у всех трусы стринги все позируют черти как все как в нпс позирует конечно всем вообще на наши правила европейские вообще просто с высокой колокольни всем пофиг все на платформе все в стрингах но такие девушки всегда есть на любом чемпионате которые непонятно зачем вышли есть два видео в телефоне я не хочу это публиковать потому что это некрасиво публично какие-то эти я просто сняла тренеру показать честно в общем была одна девушка бодифитнес ребят ну я вам клянусь там вторая степень ожирения не понимаю я сначала когда увидела я подумал что это шутка вот ярослава видела я просто сняла видео потому что ну показать то что это вообще не такого еще не видала она стоит еще и ест и ест и ест ярослава она все время ест я вам клянусь там просто вторая степень ожирения она просто полная но она одела вот бодифитнес купальник она пошла естественно никуда не вышла но сам факт человек считает что он бодифитнес даже не бикини а бодифитнеса кстати какая степень просушки чтобы там вены были мышцы секлись все делились не сечка нельзя она вышла конечно вышла я не знаю если она на фотку а вот этот белом да такая тоже была женщина она из аризоны по моему она разговаривала со мной из пробики мне очень нравится ишли ишличка мне очень нравится и жанет мне нравится я согласна с топом еще считаю кстати хочу отметить индия паулина сделала очень красивую форму когда помню я начала выступать и выходил желтом купальнике она не была такой сейчас она прям вообще такая секси мне нравится ладно хоть худая а там вообще такие жира фитнес блин выходили на европе маргарет тоже очень классная я согласна не знаю спросите у катя усманова я же не секретарь ее не пресс-аташе что могу сделать находит человек выступит не хочет не выступать я же не знаю путру очень красиво путру у нас королевна мне образ такой проливишь на на европе на европе все очень строго на европе на чемпионате европы от страны несколько мест всего дается я не помню сколько то есть страна должна выбрать на эти места самых лучших ну чисто в россии я говорю я не помню сколько например 8 мест по два по моему человека в бикини в каждой категории представляете да по два чем да точно прошлом году по два человека в каждой категории бикини едет там уже отбора нет уходкины деньги нормальные ноги у нее нормально не могу сказать что там на фотках все-таки здорово я посмотрела фотка в жизни все-таки маленькие фиг знает такие фото может быть как-то прям так значительно увеличивать не могу сказать что все здоровы честно ну все нездоровые я могу сказать русские чуть недосушенные все практически но мы не со зла у нас просто сезон долгий просто сезон долгий и усушиваться в кость нам нельзя иначе на чемпионат россии выйдут кости а многие собираются на чемпионат россии же ой ребят я еще ко времени не адаптировалась вообще не понимаю как нужно адаптироваться не со спики инглиш вот до и он тунал вот они таталю и так из мои фан с ин рашин ссоре иди на таск один на спик инглиш не саймфом раша поездка дорогая но это я же говорю это же потому что я капризная а можно съездить вот мы со славой разговаривали она год очень можно бюджетно съездить же мне надо бизнес-класс же я хочу в отеле жить я не хочу жить за городом там в апартаментах я капризная жопа мы снизили мышечность мышечных убираются всем отчасти поэтому вот все говорят почему не они то отчасти они то поэтому чуть-чуть и пододвинули потому что она достаточно жестко регистрация на 1 до а я не видела высоких вообще могу сказать в высоких конкуренция не такая большая обычно меньше даже человек всегда выступать в категориях самая многочисленная категория 163 166 thank you yes i agree with you russian woman the best утром до маленьких вообще 22 человека было вот где лена гамулина выступала там или юли ходкина по 20 человек в категории на 40 37 человек в категории 163 39 человек в категории вот до 167 сантиметров поэтому высокие пропорции да высокие всегда эффектно смотрится мышцы длинные рычаги длинные не всегда получается у них быть кругленькими накаченными иметь большой верх как спасти верх просто иметь лена 6 лена 6 место от 170 по моему двух и выше спасибо за комплименты нет не тренируйте все не сильно спрашивают давно уже не тренируюсь уже очень давно не тренируюсь уже на полгода как не тренируюсь не полгода но там когда чемпионат мира последний вот и не тренируюсь жить ноябрь был декабрь и январь февраль три четыре месяца еще на мир и я уже сама ехала сама готовилась вот поэтому у меня был косяк потому что я самодеятельностью занималась уже не было тренера ноябрь декабрь и январь февраль вот уже пять шесть месяцев я не готовилась что случилось но что я могу сказать я не люблю я не не любитель каких-то там публичных выяснений отношений просто не сошлись мы методиках скажем так просто на какой-то момент мне не уделялось никакого внимания вот и все а я люблю внимание я люблю внимание я люблю что мне подробно расписывали планы какие-то там я люблю подробные рекомендации когда просто как наступил какой-то момент когда сначала были какие-то подробные занятия то которые ну скажем так какие-то рекомендации все там а потом просто я заметил что стало все равно и все я Я готовилась сама, и все, и как-то все это сошло на ней, просто человек встал не до этого, и все. Стасковетисто оценка? Да как бы я не думаю, просто, честно говоря, я не думала об этом, но мы с Ветой хорошо сейчас общаемся. Как-то у нас было какие-то недопонимания по поводу того момента, когда мы с Людой начали там общаться, но это не по моей вине было, как бы это там просто, наверное, как-то не очень красиво с той ситуацией получилось. Опять же, не с моей стороны. Ну, может быть, и с моей где-то, может, я как-то тоже неправильно все это вышла из этого. Но в любом случае сейчас мы нормально общаемся, Свет, и все хорошо, и с девчонками как бы. Не знаю, я не думала. У меня есть сейчас тренеры, и поэтому спокойно как-то. Спокойно как-то общаюсь. Да я со всеми нормально общаюсь, что мне? Мне что с кем делить-то? Мне ни с кем ничего делить, я ни с кем не ругалась, ни с кем не это, не общаюсь. Ни с кем ничего не это. У меня просто, скажем так, человек капризный. Че, капризный я? Очень капризный. Я очень требовательна к определенным моментам. Нет, с Даблетовой не общалась. Почему я должна с ней общаться? Много девочек выступает, а я как же со всеми буду общаться? Настя все время с телефоном общается, и как-то в сторонке. Я как-то с ней никогда, мне не было возможности с ней общаться. Потом она меня еще в бан засунула. Я не знаю почему, я вообще даже не знакома лично. Да, сейчас меня тренер устраивает. Пока. Пока все хорошо. Мне кажется, лучше не может быть в России. На данный момент. Ой! Я смотрела. Гришина. Она потрясающая. Тем более, она очень умная женщина. Она очень умная женщина. Она посигнула на святое. Она сделала номер по мотивам Майкла Джексона. Для американцев это просто. Я могу сказать, что это была бомба. В тренировках вообще ничего не изменилось. Дело в том, что мне сказано так. Ты достаточно опытный. Сама уже человек. Ну, по тренингу. Я тебя учить не буду. Я тебе только говорю, что надо, на что делать акцент. Он мне говорит там... Не знаю. Надо, чтобы там сильнее бедро выделялось. Я говорю, ну хорошо, я долблю. Ну, там делаю что-то. Надо сжать ноги. Хорошо, я сжимаю ноги. Я же знаю, как это делать. Мне не надо расписывать. Я все знаю. Спасибо, девчонки. Спасибо, пупсы. Вам большой привет. Привет Краснодару. Классный город, теплый. Мне очень понравилось. Жалко, что в Краснодаре Самсон. Уже не чемпионат России будет, а просто Самсон. Ну вот. Поэтому он мне не пишет уже план тренинга. Ой, привет Лондону. Привет Мюнхену. Мои любимые города все перечисляют. Мюнхен люблю, Лондон люблю. Все люблю. Что могу сказать? Такой у вас мурманский отель хороший. Ну-ка. Хороший отель мне надо. Ну-ка, рассказывайте. Ребят, с Лондоном история у меня. Да, тренер хороший. Это взгляд со стороны, конечно, безусловно. А ребят Лондону. Мне... Я была там три раза. Мне поставили отказ в визе. Причем жесткий отказ. Вообще. Ни с того, ни с сего. Что я обалдела. Короче, я обиделась на них. И пока не разбираюсь я с этим. Нагличане, конечно, гады. Угу. Вообще ни с того, ни с сего. Я столько раз в Лондоне была. Да, слушайте, Лондон я обожаю просто. Это один из моих любимейших городов. Я очень без него страдаю. В Мюнхене я была несколько раз. В последний раз я в Берлине была. Но Мюнхен... Классный город. Обожаю Баварию. Вообще классно там. В Мюнхен люблю. Уютный, классный такой. Вообще Европу обожаю. Ребята, я приехала в Америку. И я поняла, что Европа это, конечно, мое. Я обожаю Европу. Америка это, конечно, не моя история. Я, наверное, уже старенькая. Мне вот Швейцария очень нравится. Германия очень нравится. Берлин мне, в принципе, неплохо. Сначала я его не поняла. Но, во-первых, мы приехали, была очень плохая погода. Честно, по чесноку. Просто погода была ужасная. Мы там замерзли, ветер был, серость. На самом-то все серый Берлин. Ну, потом как-то я прониклась. Не, в Нью-Йорке я как бы только проездом была. Я еще вернусь в Америку. Я хочу... Не, в зоопарке, кстати, мы не были. А что там, хороший зоопарк? Просто так холодно было. Мы не хотели гулять. Но мы Берлин весь обошли. Мы много где были. Мне, знаете, что Берлине не понравилось? Просто нам надо приехать, когда хорошая погода будет, когда тепло. Вот, Берлине. Потому что мы приехали, был такой дубак. Мы так замерзли. Мне не понравилось в Берлине. А, стройка. Весь центр в стройке, какие-то трубы там, все. Мне вот это не понравилось. Я просто очень большой эстет. Вот Ярослава знает. Она офигела с меня. Тут мне обои не нравятся. Тут мне не нравится. Тут я волосинку нашла. Тут, короче, еще что-то. Ну, короче, я такая. Она говорит, слышь, ты, хватит капризничать. Ну, как Ярослава любит. Она постоянно говорит, ты че? Ну, вот такой человек мне. Просто вот я такой эстет. Мне надо, чтобы прям, блин, вот все было идеально. Но вот в Берлине все красиво. Вот этот центр исторический. Там все перекопано. Все какие-то сетка натянута. И вот эти трубы синие везде. Ну, ё-моё. Ну, уберите же вы трубы эти. Что еще? Ну, говорят, что стройка, типа, ее уберут. Ну, вот, надеюсь. И, Б, мне не понравилось наличие еды. Для меня еда очень важна. Гамбург повеселее. Ну, может быть. Когда будет хорошая еда в городе, значит, это мой город любимый уже. За что я люблю Лондон, что везде есть еда. И она на каждом шагу. Есть healthy food, где можно прийти и съесть что-то здоровое. Но в Берлине мы шли-шли, нашли какое-то кафе. Единственное, просто негде было. Мы уже голодные. Все невкусно, дорого. Ну, короче, не понравилось. Где в Берлине? Я не видела ничего. Мы нашли какой-то в Лафаэте внизу фудкорт. Вот там мы кушали. Да. В Лондоне вообще дофига healthy food. Мне так нравится. Там есть в любом маркете. Мы вообще были, я как сумасшедшая. Я захожу в супермаркет. Там в вакууме грудка уже готовая. Куриная грудка готовая есть. Кто из Лондона знает, о чем я говорю. Там есть еще выбор. Она может быть гриль, она может вареная. И она уже в вакууме упакована. И я ее просто покупала в супермаркете. Садилась на скамейку, открывала этот пак. И просто из него ела. И все. И ничего не надо. Ничего не надо варить. И яйца в коробочках, да. Яйца я тоже ела. Там еще такие штучки были. Яйца со шпинатом. Я просто покупала этот контейнер. Там яйца. Еще шпинат вокруг натыканный. Я просто беру. Меня так еще смотрят. Я беру, кажется, по 4-5 яиц. Себе одно. Я желтки выковыриваю. Белки ем с этим шпиначем. Спиначем. Это тоже клево. Доставка полезной еды. О, это типа как у нас, да. Типа как про вкус. Да, магазин в Лондоне есть еще здоровые еды. Мы как-то это самое. Как-то мы набрели в центре, где, по-моему, этот Пикадилли Сёркл. Или как вот этот вот. Там где-то рядом есть Хелс какой-то магазин. Это не Холлфуд там. Я не помню. Вот где Пикадилли Сёркл вот этот вот. Это он? Там есть магазин такой. Да, да. Вот это значит он был. И вот я там закупалась. Вот, с Пикадилли, да. Ой, мне там понравилось. Мы туда каждый день. Каждый день. Это просто что-то. А, на Кенсингтон? Не, ну я знаю где это. Мы там ходили, но что-то я не обращала внимания. Час назад. Скучаю по Лондону. Вот гады мне не дают визу. Буду подавать. Не знаю, буду рассчитывать на удачу. Мне поставили даже запрет в подачу документов. Мне поставили запрет на въезд на 10 лет. Вы можете себе представить. Потому что они просили мне какие-то документы, которые я не могла им предоставить. У меня просто не было возможности реально такие документы делать. Какие-то ННС, какой-то налоговые, какие-то распечатки за несколько месяцев. Представляете, они меня попросили. Нет, у меня до этого было 3 визы. 3 виза без нарушений. Я приезжала, уезжала. Я в Лондоне была кучу раз. Там 3 или 4 раза. Не помню. У меня было 3 визы. Я помню, в Лондоне раз 4 была или 5. Я уже не помню. Но было 3 визы точно помню. И это было очень странно. Потому что я им говорю, я у вас получала 3 визы. Мне реально звонил какой-то там помощник консула. Я говорю, скажите, а почему предыдущие 3 раза у меня не запрашивали ни какие-то документы из налоговой, какие-то распечатки за 3 месяца. Что за бред? Они говорят, ну вот в этот раз вот так. Мы решили вот так заплываться. Вообще не понял. Зачем вам какие-то распечатки из налоговой? Нет, да вроде не ездила ни в какой Крым. Не знаю. Естественно, я сказала, что я не могу. Я могу кучу других документов распечатать. У меня не было возможности там предоставить документы. Я говорю, я вот могу хоть что. Хотите поручительские письма там. Ну вот все, что хотите там. Могу вам предоставить. Счета все. Все, пожалуйста. Все, звоните, пишите. Ну, короче, они мне просто вообще без запросов, без всего, без объяснения даже. Они мне просто шлепанули и сказали на 10 лет запрет вам. Вот. Ой, ну какой-то бред. Я, конечно, хочу апелляцию подавать. Я хочу подавать апелляцию, потому что это несправедливо, и я могу им там доказать свою невиновность. Если надо, я буду брать адвоката. Ну ладно, не будем об Англии, это больная тема моя. Везде меня пускают, а в Англию, блин, не пускают. Ну ничего, я их победил. Никаких проблем, наверное, с этим не будет. Что-то хочется уже попить или поесть. Ничего нету. У меня вот есть, смотрите, ММДЭМС. Потому что мне не вкуса. Потому что это не сладкого не хочется. Хочется нормальной какой-то еды. Мне вещей мало. Вещей мало. Выступательные, треши какие-то, купальники, туфли. Все еще буду складывать. Ссылка моя фирменная. Новый номерок. Ну это все мои первые места. Ну не все, конечно. Ну вот, которые я сохранила. Просто, когда я выступала, еще первые разы на Москве выходила. И на Московской области. Там были бумажные номерки. Забавно. А здесь такие номерки, я их оставляю. Вот это... Это первые места. Это Олимпия. Это Россия. Это, по-моему, Малага. А, ну вот, Олимпия, Арнольд, Малага. Первые места. Немерочки. У меня все на память. Сумку купила такую легкую, тонкую, чтобы в нее можно было все покидать. На шевиновании перейти. Ну вот, что еще вам показать? Представил? Такая у нас погода. Такая погода не есть. Кто недавно встречился, показываю железную женщину. Железная женщина. Попасенькая. Как я прям... Как я прям, да? Ой. Да, ведь что-то такая случилась. Такой казус случился. Что вы думаете? Все, опять же, людям моя жопа все покоя не дает. Поп моя. Ну вот я говорю. Мне вот интересно. Я уж как чумазая. Мне грим надо смыть. Мне вот интересно. Но бывают люди, не знаю, с большими ушами, с большими носами. Ну что ж теперь их пристрелиться им. Вот я родилась с большой попой. Ну большая она у меня. Большая. Что делать? Если кто-то думает, что я ее там накачиваю или что-то, если бы у меня был выбор, что у меня в таком количестве меня гнобят за нее, я бы ее давным-давно уже не накачивала точно. Если выбирать между маленькой попой и моей, я бы, наверное, выбрала маленькую, потому что меня уже задолбали просто. Ну поскольку свое тело там нельзя так выбрать, да, там, прилепить то, сё, там, не все вещи мы можем урегулировать, выбрать, какими нам быть. То вот с такой я попой живу, понимаете. Но кому-то все не имется. А тут есть одна наша такая русская про, которая живет в Америке. Ну она мне пишет, няшка, зайчашка, пуська, муська, зайка, киска, няшные комментарии под фотографиями. Ну тут мне скидывают знакомые, как вся куча добрых знакомых. А ты видела, говорит, что она про тебя пишет где-то там, уже опять конкретно в каких-то говногруппах ВКонтакте? Я говорю, нет, а что? Она там обсуждает мою попу. То есть она мне в Инстаграме пишет, нет, Анька хорошая девка, нормально, наш человек. А она мне пишет какие-то няшные комментарии под фоточками, ты красоточка, зайка, кисонька. А там, значит, она начинает меня это самое хаять уже там, не взначай так, ну такой в корректной форме. Ой, хи-хи-хи, хо-хо-хо. Ну я ей говорю, слушай, пишу ей, что за херня? Ну как бы, я говорю, вот я что не терплю? Я не терплю лицемерие. Я не могу, когда люди лицемерят. Знаете, там есть люди, которые меня не любят. Но это позиция, да? Вот человек, вот у него позиция. Я красавица не люблю. Ну, хорошо. Я не люблю редиску. Это позиция, я ее высказываю. Окей. Ну когда человек тебе смотрит там, не знаю, в глаза, там лицемерит, говорит какие-то хорошие вещи, а потом где-то, пока ты там не видишь, идет и говорит совсем противоположно. Вот это я не люблю. Лицемерие, ложь. Я уважаю людей с позиции, людей, которые могут искренне ее высказать и сказать, Слушай, красавица, ну жопа стрёмная у тебя. Не хочу с тобой дружить. Буду дружить, вон, не знаю, там, с Машкой буду дружить. У нее жопа хорошая, мне нравится. Буду на нее подписываться, буду ее комментировать. Тебя не буду, я скажу. Ну, без проблем. Все, удачи. Ну, когда люди, конечно, двуличные и такие лицемерные, я это не переношу больше всего. Мне кажется, самое ужасное качество. Подлость и лицемерие. Вот. И поэтому дама была заблокирована, естественно. Обожаю блокировать, никогда не перестану это делать. Потому что я хочу, чтобы меня окружали только хорошие, добрые люди. И только позитив. Ребят, попа у меня сложная, потому что к ней уже определенный подход тренинга. Она реально по природе очень большая. И если я не уделяю должного внимания, она у меня, конечно, не смотрится достаточно эстетично. Мне, конечно, надо ее сжимать, уменьшать. Она у меня была еще больше, если никто не помнит. Там, вот, где-то у меня старые фотки с чемпионатов были, я могу их откопать. Там она у меня еще больше. Поэтому процесс идет. Просто я всего-то выступаю. Полтора года. Полтора года только. 2014-й. 2014-й. Весна. Нет, почти два. Два будет. Первый выход весной. В 2014-м. Не, сейчас я не жую жвачку, честно. Прям вот последний день только чуть-чуть пожевала, потому что уже совсем с ума сходила. Ну, нос, да, почти не дышит. Ну, мне уже по-лучшим. Кофе на сушке пью. Да, конечно, пью, а чего же кофе-то не пить? Ну, все ограничено. Мне разрешают две чашки в день. Вот. Поэтому, девчонки, что я могу сказать? Не надо быть сплетницей, не надо лицемерить. Не бойтесь высказать свое мнение. Если вам человек не нравится, то можно смело об этом сказать. Все все понимают. И они сто долларов, чтобы кому-то нравится, как и вы, в принципе. Поэтому не надо. Не надо заниматься вот этим. Ну, у Ярослава тоже такие, вон, была подруга такая. Вон она мне рассказывала. В одном месте обсуждает, что ты там как мужик, там еще какая-то. Такая кривая, косая. А ей под комментарием пишет, ты звездочка, кисонька, там, зайенька, ты молодец, ты звезда. Вообще мрак просто, люди, вообще что происходит. Я никакая-то не пойму. То есть я говорю, что кто-то. Сучка. Значит, я не буду комментировать ей фотки, что она звезда. Руки, видите, черненькие. Не знаю, русская фишка. Может быть, иностранцы так же, я не понимаю. Я в последнее время, я нашла соевое молоко. Ноль калорий, ноль углеводов. И я могу туда его добавлять. Но не на сушке. Я думаю, что и американцы тоже. Может быть. Я просто не знаю, реально, девчонки, кто за границей живут, они подскажут. Потому что, причем я говорю, девушка вот эта вот наша русская, про-американцевая. Я ничего плохого не делала. Вот не делала ничего человеку плохого. Я с ней так мило общалась. Ей фотки там комментирую. Мне реально искренне она нравится. И форма там. Красивая девчонка. Ну так противно, когда девочки красивые внешне. И делают, ну такие вещи какие-то противные. Я вообще не понимаю, как можно ненавидеть человека, а ты его не знаешь. Не общался, не знаешь. Вот за что ненавидеть? Меня там и мою попу. Чего вам? Она пригорела-то так всем. Причем они определиться еще в ВКонтакте никак не могут. То ли она силиконовая, то ли она обвисшая. Но если она силиконовая, она же не может быть априори обвисшая. Силиконовые сиськи же не обвисшие. Как она может обвисше быть? Они все никак не там не поделят. Что с ней все-таки? Да чему завидовать? Девочка тоже успешно выступает. У нее места занимают. Я не понимаю, что. Тем более, когда человек успешный. Зачем гадости-то говорить? А делаем публично. Ладно там на кухне. Но все девчонки поболтать любят. Мы тоже с Ярославием засядем там. Ну, я честно скажу, что те люди, которых я не люблю, я открыто это говорю. Кто мне не нравится? И почему не нравится? Я могу это открыто сказать и им, и вам, и вообще. Я не буду там это писать. Да не, Анька Киселева, нормально. У меня нету с ней никаких. Мне она очень нравится. У меня нету к ней претензий. Ксюша, привет. Привет. И Ксюше тоже привет. Ну, да, наверное, потому что я не знаю, что это. Душа гнила. Я, честно, я не знаю. Я не знаю. Я не общалась. Мне очень сложно сказать там про душу, если человек, я не знаю. Господи, Ярослава все потеряли. Пошла на выставку человек. У нее дела там. Вот. Пошла там дела свои делать. У нее там... Нет, Ксюша, не знаю. Какая-то Ксюша. Нет, я не знаю. Как форму надо делать? Мягкую или все же прорисованную? В этом сезоне велено снизить мышечность на 15%. И в Би-Би велел это делать. Судя по чемпионке абсолютно Арнольда, она не очень мышечная. Честно, я в жизни видела. Она очень красивая девушка. очень симпатичная. И вообще она в жизни намного лучше, честно. Она на фотках почему-то не смотрится. Есть люди, на которых надо смотреть в динамике. Я тоже, кстати, к ним отношусь. Я на видео, если вы убедитесь, я выгляжу эффектнее. Просто вот есть такие люди. Поэтому девчонка, которая, это Фернандо или когда, она бразилианка, она очень эффектная. Но она, как вы видите, она не слишком мышечная. Поэтому девчонки, я думаю, что мышечность будет не слишком в тренде в этом сезоне. Не слишком сухая, не слишком жесткая все-таки. Потому что стараются делать эту категорию. Господи, когда кончатся эти вопросы, я уже не могу. Да, она тоненькая, худенькая, она очень эстетичная. Фернандо, да, согласились. Поэтому надо чуть ужиматься, поменьшить. Ну что, многоповторка, не есть слишком много белка, кардио делать побольше. Делать какой-то многоповторный, высокоинтенсивный тренинг. Ну, просто делать все то, что не направлено на набор массы. И все. Не повышать слишком калорийность, не фигачить очень большой вес. Я знаю, что Маша сейчас очень хорошо выглядит, Кузьмина. Она очень красивая девушка. Мне очень нравится ее форма. Есть недочеты. Она, причем, о них прекрасно знает. Вообще прекрасно знает о них. И она ей говорит, мы стояли за сценой, она говорит, блин, они попросили волосы со спиной убрать. И тогда я поняла, что мне капец. Потому что у нее большая мышечная спина. Она ее убирает. Она знает, что она большая, там, где-то, что-то. Но она работает, она первый раз вышла в другой категории. Вообще она, я помню, она осенью стояла и говорит, а я думаю попробовать. То есть человек, в принципе, готовился очень мало к этой категории. Понимаете, да, у нее нету возможности подтянуть какие-то свои косяки еще пока. Поэтому для первого старта, я считаю, что она супер выступила. Для первого старта в новой категории она офигенно вышла. Я за нее очень рада. Она очень красивая. Да, я считаю, что очень круто. Да все девчонки круто выступили наши. Что говорить. Я не знаю, Лена Гамулина, она прям плакала, она расстроилась. Так я ее встретила. Мы с Ярославом. Ну, Ярослав в своем стиле, как обычно, сказанула. Но она была права. Шестое место на Арнольде очень круто. Учитывая, что Лена вышла, она что-то намудрилась позированием. Она сама знает об этом. Она сама жаловалась. Намудрилась позированием. Грим ей муж делал, что-то там тоже грим светлый какой-то. Ей все сказали, что грим слишком светлый. С макияжем что-то не знала. Ну, главное, что там что-то с позированием она намудрила. Что шестое место это очень хорошо. Намудрила, перемудрила, короче. В принципе, это хороший результат для этого самого. Большой очень чемпионат, ребят, вообще со всего мира люди. Откуда только нет. Исландия, Бразилия, Мексика, Гондурас какой-то, Ярослава даже она слышала, как же она сказала, какой-то Уругвай, Парагвай, господи, как она говорит, какой-то город, как-то сказала она, даже вообще в шоке там. Вот отовсюду вообще люди просто. Очень много народа. Категории по 40 человек, но это много. Это дофига просто. Мы познакомились с женщиной в зале, тут с Эрикой, она физик выступает. Она говорит, ё-моё, у меня физик 55 человек, 55 человек физик. Она говорит, я такое еще не видела. Народа много было. Зрителей очень много было. Вообще огромное. Вы не представляете, сколько на экспо народу. Твою мать, вы просто не представляете. Там, я не знаю, тысячи, сотни тысяч человек. Там невозможно пройти просто. Там такой трэш, там очень много людей. В судействе я что-то даже не посмотрела, сколько чек. Я что-то даже не посмотрела, сколько судей было. Ну, как обычно, тут сколько девять, их сидит. Вот. Я знаю, что мне там сказали, что одна женщина меня там все опускала. Из Швейцарии или из Швеции в очках такая седая женщина-судья. Она меня ниже всех всегда ставила. Вот. Представляете, занизила меня. Не знаю, не понравилась я ей. Это мне Саша Тимошенко сказал. Он там, говорит, она тебя там... Это он там подглянул. Она там меня занизила. Место меня на четвертый она что ли ставила, я не помню. Ну, короче, ладно, чушь теперь. Третий я довольна вполне. Я же вообще, когда ехала, я говорю, если я в пятерку просто первый кулаут попаду, я буду довольна уже. Ну, в тройку все, я как бы довольна. Любое из первое, второе, третье место, я, конечно, довольна. Смотрю на судей всегда, глаза каждому смотрю. Ищу зрительный контакт. Поп, наверное, не понравился. Да, потому что, наверное, тоже. Она тоже, наверное, в контакте сидит. Переписывается. Нет, Федерация поддерживает только, когда ты едешь на чемпионат Европы и на чемпионат мира. А так никто не поддерживает. В душе смотрит. Сидит, наверное, там в контакте, пишет. Это силиконовая жопа. Я нервно? Не, я не думаю, что я вообще спокойна на сцене. Я не волнуюсь. Мне кажется, нервно это не я. У меня с кем-то путать. Я не позирую нервно. Ну, по крайней мере, я вообще абсолютно спокойна на сцене. Я уже не волнуюсь, когда я выхожу вообще. Спокойно. Когда домой завтра полечу. Самое поклонное. Ну, я не знаю, что вы там увидели. Никто, кроме вас, это не увидел. Мне нормально. Я не волнуюсь. Не считаю, что нервно. Может, у меня темперамент такой. У меня нету никакого ни нерв, ни мандража перед этим. Я выхожу на сцену вообще спокойно. Сейчас вот уже последние старта, наверное, 4-3. Вот начинаю сейчас, знаете, с Олимпи. Вот летом была Олимпия, Арнольд. Я вообще так спокойно выхожу. Прям. Вот я на Арнольде. Это такой прикол. Там есть видео. Это надо смотреть. Мы так все хохотали там, кто потом смотрел. Там же был тиволкинг. Еще буквы Т ходили. Долгие дофиле. Я, короче, репетировала. И тут я выхожу. Дохожу до середины. Делаю одну точку. А мне говорят. Катарина, thank you. Come back to the line. Возвращайтесь в линию. Я такая. Че? Нифига. Я же репетировала. Я иду дальше. Вот такой. Катарина, thank you. Come back to the line. Типа, вернитесь в линию. Я такая думаю, нифига. Пока все дофиле не пройду, не уйду со сцены. Короче, меня не могли выглядеть со сцены. Я пока все не прошла. Никуда не ушла. И это все на видео. И так смешно. Мне 10 раз повторили. Катарина, come back to the line. Это было очень ржачно, конечно. Ну, а я говорю. А че? Я зря репетировала, что ли? Ничего. Подождете еще 10 секунд. Я вообще не волнуюсь. А девчонки некоторые прям коленки дрожат. И мне даже судей говорят, что это видно, когда коленки дрожат. У меня не дрожат. Нет, нельзя попасть, не состояв в федерации. Невозможно. Да, в этот раз нам сразу. У нас, во-первых, high walking уже. И вообще сразу сказали. Сейчас вот я выходила в финале. Нам сказали. Одна точка. Только одна точка. Одна поза. One point. One pause. Все. И back to the line. Сказали сразу. Only one. Специально для красавины, которая очень любит покрутиться подольше. Only one. А я вообще всегда считаю. Пока тебя со сцены не выгоняют, надо крутиться. Я девчонок так учу. Пока тебя не выгоняют, надо показать себя. А то бывает некоторые так быстренько-быстренько, робенько. Прибегут, что-то там. Хе-хе-хе. И бегом убегают. Я говорю, пока следующий участница уже не идет. Там тебе на пятки не уступать. Не надо со сцены уходить. Че уходить-то? Пока еще есть возможность. Еще пару раз там крутонись куда-нибудь. Вот. Мастера с 35. Мне еще пока рано мастера. Меня всегда отправляют. Как смогу, так пойду к мастеру. Не снимают баллы? Нет, конечно. Самые любимые фишки в позинге. Честно сказать, позинг сейчас переделываю. Еще фишки не придумывала. Потому что сейчас поменяли позы, и я еще не отработала их. Мне надо еще поработать над этим. Кузьмина третий в мастерах. Вот. А сейчас я не знаю, какое она по протоколу заняла место. Честно говоря. Потому что она во втором калауте. Я думаю, что может она шестая или седьмая стала. Не знаю. Да, я с позернем сама занимаюсь. У меня тренер дает рекомендации, я ему показываю, конечно. Ну, не сложнее, просто по-другому. Мне надо привыкнуть к этим позам. Вот. Я просто не понимаю пока, как мне лучше. Там, куда руку. Как мне спину открыть, включить спин, плечи не включить. Я, короче, пока не понимаю. Ну, это же начало сезона, мы еще не досушились все. У нас же в России сезон не начался. Это ранний такой старт. У меня вообще, смотрите, я последний раз в ноябре, в середине выступала. У меня получилось, что я только до середины декабря, там, до декабря полтора месяца и отдохнула. Январь-февраль уже сушка. Вот. А до этого я вообще без перерыва выступала. Ну, вот я рассказывала, что я, возможно, мне придется выходить на Россию, потому что у меня место в сборной кончается. Возможно, мне зачет в сборной придется выходить на Россию и входить там в призовые, чтобы на сборную попадать, чтобы на международную. Господи, мне про Ясю все уже спросили сегодня. Ну, 10 раз. Пошла она по делам на выставку. На выставку человек пошел. Потом досмотрю. Да не удалю, только 3 часа смотреть. Можно за это время кино целое посмотреть, сериал целый. Пересмотреть, сколько я тут вещаю. Я еще пока... У меня, видите, тумбочка тут. Одни таблетки валяются. Спреи, таблетки всякие, штуки-дрюки. Ну, как-нибудь покажу. Пока еще. Точно не сегодня. Точно не сегодня. Аптечка. Ну что, еще не все спать легли. Брослетик на память. На самом деле, я его снять не могу сама. Мне кажется, кто-то порвал его. Он очень хорошо прикреплен, надежно. Да, получше. Ну, я пью антибиотики второй день. Сегодня третий день. Сейчас я бахну. У меня после антибиотиков сразу лучше стало. Меня спасли просто антибиотики. Слава Богу, что они были в Саше с собой, Тимошенко. Он мне их отдал. Поэтому я говорю, Саша, если ты заболеешь, тебе нечем будет лечиться. Но он вроде домой летит. Не купила дочке ничего. Представляете, здесь в черте город нет магазинов. Надо брать такси и ехать. А сегодня выходные, вообще все закрыто. Я надеюсь, что я в аэропорту еще что-нибудь куплю. Она расстроилась. Но я ей сказала, что ты не волнуйся, что я тебе костюм, если что, в Москве закажу. Закажешь себе и выберешь на 8 марта, какой хочешь. Здесь магазины с этими костюмами. Ну, у нас в России. Просто пусть я в России себе закажут. Она просто очень хотела костюм в Монстер Хай. Я ношу корсеты, да. Сушка на антибиотиках. А выход на антибиотиках как? Без воды. Без воды на антибиотиках. Чтобы жидкость-то вымывалась как-то. И продукты распада всего этого. Токсичные достаточно. Как они должны вымываться? Никак. Все где-то у меня там болтается в почках. В печени. Везде. Потому что жидкость необходима. Но я воду не выключаю. Полностью теперь. Все. Я пью, но я просто очень мало. Последний день, конечно, пью. Я еще в день выхода могу попить кофа. Я, насколько я поняла, что сокращение жидкости не зависит. Там какая-то чрезмерная слуха. Всего ли бикини. Не надо этого, конечно. Да, я теперь с собой беру антибиотики. Блин, это был мне такой урок, что я не взяла антибиотики. Я, на самом деле, взяла лекарства. У меня было процитамолы, бипрофен был. Какие-то пшикалка в горло была. У меня какие-то, ну, леденцы эти, таблетки такие, дрожжи для горла были. Потом что у меня еще было? Ну, какие-то там, вот, обезболивающие, там, еще что-то. Но у меня не было антибиотика с собой, противовирусный. Ничего мне не помогло. Мне вот и только антибиотик. У меня конкретно продуло. У меня какой-то как гайморит начался. У меня раскалывалась голова. У меня болело было дня четыре. Я вам клянусь просто. Стреляла ухо так, что я аж прям, вот у меня пол лица вот так все болело. Представляете? Вот просто пол лица. Заложила ухо, я ничего не слышала. И оно стреляло. Мне нечем было ни капать, нет, ничего нету. Кстати, я вот так и не капала. Просто только начала антибиотики, это самое. Я ничего не слышу. Мне кто-то что-то говорит, я, а? Ничего не слышу. А они думают, что я по-английски, что ли, не понимаю. Я говорю, what? Sorry? Они думают, что я не спик-инглиш просто, наверное. Я потому что, я просто вообще ничего не слышала. У меня заложило ухо, я была вообще как глухая. Это, конечно, кошмарно, кошмарно просто. Ой, вчера мы, короче, с Ярославовичем посмотрели «Любовь и голуби», нам было делать нечего. Готовились мы к соревнованиям, нам было скучно, мы включили «Любовь и голуби». Ой, вот мы угорали. Для меня в самолете продуло. Вчера смотрю «Любовь и голуби», говорю, это вообще такой угар, конечно, фильм-шедевр. Лютка, а Лютка. Ой, это вообще... Да, это очень смешно, очень смешное кино. Сейчас я вам расскажу. Сейчас я вам расскажу. Что я делаю? Кстати, вот, смотрите, грим какой-то купила, грим, и не заденая была. Она, кстати, хорошо ложится, она сама мазывается, потом сверху еще на один слой и наносила кабинки, чтобы потемнее быть, потому что она бледная, и ей надо на несколько раз. Сейчас я вам покажу, что у меня было с собой. У меня все в пробниках, сразу говорю, я ношу все в пробниках, у меня все с... у меня не бывает. Я не беру с собой большую тару. Вот такую штуку я наношу всегда. Сейчас протру камеру. Вот, смотрите, вот такую штуку наношу я. Она очень классная, она ложится. Сейчас все сфоткают, я смотрю, все фоткают, чтобы все успели себе заскринить. Да, она нереально прикольная. Ну, у меня на самом деле нету там с кожей каких-то проблем, у меня просто поры очень крупные. Вот, сейчас я покажу, как она делает. Блин, неудобно. Надо штатив. Ну, видите, такая штука. Вот у нее кожа прям блестит. Это такой, как вот, под макияж основа. Она очень прикольно ложится. У кожи такая, видите, блестящая становится. Даже не знаю, видно, не видно. Вот, клевая штука. Я беру вот такой штукой просто грим. Мешаю с этим, с тональником. Тональник у меня, сейчас вам скажу, такой. Но у меня тут не видно, какой он как-то. Куда я его делаю? Куда-то надо с собой тащил. Короче. А, вот он. Ну, это Dior Nude. Нюд такой есть. Он тонкий такой вот. У Dior есть нюдовский. Ой, а у Dior, ой, а у Dior, ой, а у Ford мне не нравится, кстати. Она мне вообще не подходит. А эта прям такая прикольная, блестящая. Вот. Что у меня есть? Вот эта очень хорошая штука, кстати. Моя любимая маска. Она есть в пробнике. Я ее очень люблю. Черная роза. Она есть просто в тюбике. Она есть, просто продается в сеслы. Она реально очень классная. Прям рекомендую вам категорически ее. Вот. Такую я люблю. Маску. У нее прям такой цвет лица. Да, прикольный становится после нее. Я просто все в пробниках. Я всегда их беру, когда покупаю косметику. Это такая, как с глиной очищающая. Тоже такая же есть у меня маска. Ну, такая в тюбике есть у меня. Вот. Я тоже ее делаю иногда. Потому что она такая. Но она именно как очищающая такая. Она как немножко с глиной белой. Вот. Такие масочки есть. Что еще? У меня есть. Вот этот есть штука. Я знаю, девчонки, многие кто Томфордом пользуются. Они знают. Это скульптор для лица Томфорд. Вот. Это тоже на соревнованиях покупаю. Я, в принципе, им только на соревнованиях пользуюсь. Для него есть специальная кисть Томфордовская. Ну, я ее, конечно же, забыла дома. Я вообще набор с кистями забыла дома. Поэтому мазалась, что было. Такая вот штука. Томфорд она называется. Вот так. Скульптурирующий скульптор называется. Значит, на скулу мажется светлая вот эта часть. А скульптуринг лица делается темной вот этой вот штукой. Тоже вот этим я на сцену мажусь. Сначала я делаю грим, мешаясь с тональником, наношу на все. А потом уже я, правда, наношу вот эту штуку. Ну, чтобы блеск был сверху. Потом делаю скульптором. Ну, вот. Что еще у меня тут прикольного? Да, все, наверное, больше такого ничего нет у меня. Заманчивого для вас. Патчи под глаза есть неплохие. Вот эти вот поё. Эти патчи неплохие. Вот. Это когда, знаете, глаза припухают, там еще что-то. Вот эти патчи. Они, кстати, недорогие, но они мне очень нравятся. Я разные патчи пробовала. Вот эти патчи мне, по крайней мере, подходят. Они одноразовые. Там такая штука. И там лежат вот эти вот такие штучки под глазки. И они очень хорошо снимают отеки. Усталость с глаз. Прям разглаживают. Короче, заметно. Где-то у меня еще была классная маска. А вот эта. Вот эта маска. Она у меня дома есть в банке. Вот эта тоже классная. Я маски люблю. Это тоже хорошая маска. Она такая белая, как глиняная. Вот. Тоже классная. Прям разглаживает все лицо. Поры выравнивает. Такой вот цвет лица ровный получается. Тоже есть она. Она в банке. Она не в тюбиках у них, а в баночках идет. Вот. Что еще? Все, наверное. Такое вот основное, что я делаю. Тон. Тон на лицо. Это основное, которое я делаю. с этим. Что вам еще показать? Косметику я выложу, по-моему. Да все, наверное. Ну, если есть какие-то вопросы, я вам расскажу. Макияж я сама делала. Сама делаю в основном. Макияж в основном я делаю сама. А волосы я делала на заколках, но мне придется наращивать. Я очень не хотела наращивать, но на заколках это кошмар. Ребят, честно скажу, на заколках кошмар. Да ничего особо, я вас разочарую. Я от ничего такого глобального. У меня нет такого, что у меня рот не закрывается. У меня нет такого, что рот не закрывается. Я достаточно скромна в своих аппетитах. Поэтому дышишь так, у меня насморка не заканчивается. Все, я закончила. Сморкание свое. Ой, я сейчас на мало калорий пушу, честно. Не надо следовать моему примеру. Не очень хорошо. Вот у меня осталось... Не, ну у меня сейчас свои волосы. Вот сейчас я сняла заколки. Я не могу сказать, что у меня три пера. У меня, в принципе, нормальные волосы. Нету такого, что там прям совсем как-то все плохо. Поэтому я не хотела наращивать, потому что волосы нормальные. Но, блин, для сцены мало. С наращиванием свои портятся. А с трессами ужасно неудобно. Ужасно неудобно. Я просто не могу. Я не знаю, что делать, честно. Потому что эти трессы, это, конечно, кошмар для меня. Просто кошмар. Поэтому буду думать. Может, какое-то на лентах наращивание сделать. Мне Ярослава говорит, она делает на лентах. Да попробуй на лентах, что не так волосы страдают. Я не знаю. Ну, для сцены недостаточно. Хорошие свои для жизни не устраивают. Но, наверное, для сцены мало. Поэтому, девчонки, делать нечего. Делать нечего. В горло надо попшикать. У меня, видите, я из дома хорошо взяла. Тантом Верла. В горло пшикла. Ну, косы плетут. Я просто буду голову с этими косами промыть. Вот я не знаю. В общем, я буду изучать сейчас вопросы. Пока не понимаю. Волосы покрасились гримом. Дали мне колгель. Какие ногти. Как нарочно уже мечтаю быстрее снять и укоротить их. Такие ногти для меня это очень длинные. Это свои ногти. Это под колгель у меня так растут атомные. Никак в жизни не было таких ногтей. Когда я не на сушке. Да такой же, как на сушке, только каш больше. Каши, мюсли, могу творог поесть. Вот такой вот. А на сушке просто курица, рыба, кальмары. Ну, совсем вот такое все. Да е-мое, да что ж такое-то? Ну, скажите кто-нибудь, ответьте человеку, где я росла. Я просто уже 150 раз отвечаю на один и тот же вопрос. Что же делать? Напишите, скажите, где Ярослава. На выставке. На выставке. Это же невозможно просто. Где же Ярослава? Все потеряли. Съела я ее. Значит, мил. Взяла и съела. Вкусная она, мясная. Да и я думаю, что она там лопает с кем-то уже, там, блин, с пацанами. Ой, спасибо, мы вас тоже всех любим. Мы любим адекватную часть наших читателей. Я все-таки знаю, что вас больше. Я знаю, что... Не Рослава? Нет, это соседи. Я знаю, что адекватных, хороших, добрых и все-таки нормальных людей больше. Слава богу, господи. Лицемерно, злых, подлых. Их мало. Они все у меня заблокированы, походу, уже давно. Ой. Я-то не понимаю, что плохого, что я блокирую каких-то... Ну, мне не нравится. Человек, не хочу, чтобы он смотрел мои фотографии, что-то обсуждал. Я не хочу. Почему я должна, как бы, его не блокировать? Что-то многие так против. Ой, ты там всех подряд блокируешь. Ну, не нравится мне, человек, что я должна его не блокировать. Хочу и блокирую, правда же? А что нет-то? Ну, я вообще не понимаю претензий к себе. Ваш инстаграм, хотите меня заблокировать? Вообще без проблем. Не вижу. Проблемы с этим. Ой, люблю, знаете, какие бальзамы? Мы на сушке с Ярославом угорали. Мы так смеялись. Я говорю, такие вкусные бальзамы, их надо сожрать. Виктория Сикрет бальзамы я прям наборами покупаю. Это именно бальзам. Он сладкий, такой, небольшого цвета, какого-то, ну, не яркого, небольшого. Я уже русский забываю. Не яркого цвета. Очень прикольный бальзам. Я не знаю, кто пользуется Виктория Сикрет бальзамчиками. Они прикольные. Они и губы увлажняют. И такие, как бы, сладенькие. Я их очень люблю. Они, кстати, очень хорошо увлажняют. У меня постоянно губы сохнут, у меня везде всегда плески лежат. И они такие нейтральные. Мне, главное, нравится запах и текстура, и вкус. Вот. У меня везде распиханы по всем карманам. Виктория Сикрет. Да, и мы такие с Ярославой красимся. Близни. Она как, мммм, сладенько. Да, да, да. И он такой вкусный пахнет, сладкий. Мне очень нравится. Вот. Поэтому я иногда такую косметику какую-то покупаю. У меня косметика не только дорогая. Я иногда покупаю косметику. Я уже провела эксперимент. Вот я, клянусь, разницы не вижу. Какие-то марки. Например, карандаши для бровей мне нравятся. Там, типа, мэйбелин какие-то для глаз. Я покупаю такие лореаль. Какие-то такие. Серьезные. Я разницы вообще не вижу. Есть у мэйбелин карандаш. Он стоит вообще 3 копейки. У меня всякие, честно. Вот. Если бы я дома была, я вам показала косметичку для бровей, для глаз всякие. И Шанели, и Диоры. У меня ничего только нет. Но я пользуюсь дешевыми вот этими там за 200-300 рублей. Сейчас я не знаю. Если у меня косметичка, я вам покажу. У них есть карандаш, который выкручивается. Не который надо это самое, ну, сточить постоянно. А карандашик, который... Сейчас я вам покажу косметичку свою. Вот. Смотри. Такая у меня есть штука. Очень-очень мне нравится. Это новая. Это лямер праймер. Нет, не праймер. Я же, видите, такой визажист. Как это называется? Под глаза. Не помню, как это не праймер. Как эта штука называется? Короче, вот такой. Много цветов. Skin Color De L'Amour. Skin Color какой-то. Короче, смотрите. Да, консилер, наверное. Но он с уходом. Это не просто так. Он из PF25. Вот, видите. Пальчиком так. Еще к нему кисточка есть. Ну, кисточку, естественно, потеряла. Как обычно. Я же не знаю, как это. Я ее мазюкалки называю. Штучка, мазюкалка, хрень. Ну, как бы названия у меня все примерно такие. Очень удобно. Во-первых, оно с зеркальцем. Я его ношу с собой. Вот без этого лямера. Я... Это моя новая, любимая вещь в косметичке. Да, она, во-первых, маленькая. Вот, везде с собой. Я кидаю его. Вот. И мне он очень нравится. Вот. Я вам показываю. Вот этот офигенный карандаш для бровей. Он стоит 200, там, что-то 7 рублей. Ну, люблю его, не могу. Вот, с всеми диорами. Вот этот цвет. Потому что у меня татуаж, но он сходит. И я подкрашиваю брови этим карандашом. Стоит он что-то 240 или 250 рублей. Ну, лучше нет у меня, честно вам скажу. Мебелин, да. Мебелин. Вот, с одной стороны, тут такая штука. Сейчас покажу. С одной стороны, вот этот вот, ну, как бы, стержень, он выкручивается. Я так скоро бьюти-блогером стану, слушайте. От бездель это. А с другой стороны, вот эта штука. Так, сейчас я откручу ее, две руки, наверное. Вот такой вот пуфик с, как будто тени. Он такой делает размытую линию. Короче, им можно контур прокрасить. А вот этим, не контур, а как, внутри. А вот этим края. Понятно, короче, да? Как-то непонятно объясняю, но вы поняли, о чем я говорю. С двух сторон этот карандаш. Вот такое счастье за три копейки там вообще. Да. Мне очень нравится. Просто не то, что там... Что, у меня еще есть какой-то вот такой. Сейчас скажу. Так, карандаш еще раз показываю. Вот он. Мебелин карандаш. Двухсторонний для бровей. Бролл сатин называется. Медиум браун. Цвет, который я беру. Такой для блондинок нормальный. Правда, он быстро кончается, честно вам скажу. Но за такую цену можно как бы себе позволить купить их. У меня они вообще пачками просто лежат, эти карандаши. Везде. Шех теряю, где-то забываю. По всем сумкам они у меня кочуют. Вот. Что еще у меня есть? Мне нравится. Мне нравится пудра вот эта. Dior. Тоже всякие пробовала. Вот это я люблю такую пудру. Dior Skin Forever. 30 тонн. Это моя пудра. Ну, такая вот. Кому интересно. Она достаточно тонкая такая, компактная. Никаких проблем с ней. Она не плотная, не ложится очень. Вот этот бронзер я люблю. Уже вымазала его почти весь шанельевский. Бронзер тоже мне нравится такой. Это то, что я на соревнования беру. Вот такой с сиянием, с мерцанием. Я его под скулы наношу обычно. Чуть-чуть на лоб. Так, по чуть-чуть, короче. На соревнованиях очень хорошо. Я его в жизни, кстати, не часто пользуюсь, потому что он чуть-чуть с блеском. Я это самое, матовым для жизни пользуюсь бронзером. Знаете, такой без блеска, без мерцания. А этот вот прям на сцену, чтобы прям блестело все. Нефигачиваю. Вот. Подводка у меня. Подводка у меня вообще вечная и долгоиграющая. Я не знаю, сколько уже сезонов. Просто сифора. Обычно черная подводка. Да, там кисточка, но не под низом в шанеле. Просто жидкая сифора. Тоже 3 копейки стоит. Честно говоря, давно пользуюсь. В основном только на соревнованиях. Она вообще не засыхает. Я не знаю, ей, наверное, год. Может быть, два. Я не помню вообще. Такой вот тоже карандаш. Тоже стоит рублей 200. Я просто искала. Такой большой, большой, толстый. Он, кстати, даже называется так. Пик как-то там. Сейчас попробую. Что-то свет плохой. Как вот. Вот эта фирма. Тоже там по 100, по 200 рублей какая-то. Это чисто белый карандаш. Я не бьюти-блогер. Те, кто в макияже получше меня разбираются, они знают, для чего эти карандаши нужны. Да, девчонки? Знаете же, для чего они нужны? Под брови, на уголки глаз, внутри века, да, на внутреннее веко. Короче, глаза более четкие. Я всегда им пользуюсь на соревнованиях. Ну вот, под веко наносите и чуть-чуть там спонжиком растушевываете. Брови более выделены, да. То есть, такие карандаши. Большой белый карандаш, он стоит тоже рублей 200, может, максимум. Чисто моя выступательная косметичка, которую я беру, ничего такого там, естественного нет. Ой, где ж тени-то я потеряла? Сейчас я вам еще покажу, какие у меня тени есть. Сейчас покажу. Подождите. Вот я здесь, я снова с вами. Я достала остальную часть косметички, она у меня валялась просто по сумке. Вот эту палетку я беру на соревнования. Все знают, да? Не все, но многие, я думаю, что знают. Это легендарная палетка, которую все знают. Любители макияжа, это Марк узнает. Сейчас, надо дверь, видите. Просто натуральные тона, без всяких там забабахов. Вот эти просто нейтральные, эти с блеском, они с мельца. Они, видите, тоже под брови делаю. Тоже клевые. Я причем их и для жизни использую, потому что я не делаю какие-то очень сложные макияжи. И на соревнования идеально. Все-таки на соревнования лучше матовые тени. Вот матовые, а блеск только вот блестящие. Я использую под брови или там уголки глаз, или на центр глаза, чтобы высветлить. Потому что все-таки матовые лучше смотрятся. Вот эти, они матовые. А тоналку я чуть-чуть раньше показывала. Вот эту штуку я в перерывах, знаете, когда долго выходишь, лицо потеет, чтобы оно не блестело. Вот эта бенефит штука, я ей пользуюсь часто. И в жизни тоже, кстати. Очень прикольная пудра, которая убирает блеск. Она бесцветная. Да, Диор у меня, Диор Ньют. О, классно. Это хорошая новость, я то обязательно поеду. Потому что эта марка только была с границей. Вот. В нормальном выборе. Вот такая вот пудра, очень классная. Прям я ее обожаю. Летом вообще без нее не могу. У меня кожа жирная, потому что, ну, жирнится очень быстро. Вот эти вот нашла еще Герлен Румяна. Они, по-моему, из весенней коллекции новые. Очень прикольный тон. Такой с персиковой у меня начинается. Мне очень нравится, что кисточка тут лежит. Потому что я всегда теряю кисточки. Тон такой. Персик с кораллом. Мне вот для блондинок хорошо. Мне очень идет оттенок. Не видно. Ляшки не видно. В общем, короче, это новинка из весенней коллекции. Я ее тоже использую. На мой тон, на загорелой кожи, она очень хорошо подходит. Вот, я могу вам показать какой это номер даже. Пич Пати. Пич Пати. Такая вот штука. Тоже прикольно. Очень классная помада. Я очень люблю клевые помады. Клевая помада. И, по-моему, это из новинкой, то ли из летней, то ли из весенней коллекции, которая, по-моему, только появилась. Слушайте, я только купила и в Дутифре она была limited collection ограниченная. Вот, сейчас вам покажу, какая она клевая. Такой цвет. Блондинистый тоже под румяну. Блондинистый. Такого тона она. Тоже мне понравилась, очень клевая. О, сейчас я малиновую найду еще. Малиновую свою любимую помаду. Мне так много народу спрашивает. Сейчас я найду. Если я не потерялась, так любым соревнованиям все терять. О, вот она. Это моя помада, которой все очень спрашивают. Очень моя спрашиваемая помада. Сейчас я свет найду хороший. О, все, видно. Вот эта малиновая матовая помада. Сейчас я покажу. Сейчас я номер помад покажу всех. Это Шанель. Так, чтобы вы понимали, а то в марке тут не написано. Все, кто спрашивал, это Шанель помадка. Это малиновая. Малиновая в теме любимая помада. Матовая. Очень прикольно. Я очень люблю. Но она вроде лимитированная. Я не знаю, есть она сейчас, нет. Наверное, они выпускают. Вот, а это вот эта персиковая такая красивая, натуральная. Розово-персиковая. Кто-то просил девчонки еще раз номер. Я реально все помады перемазываю. Но это для блондинок подойдет таким, с теплым оттенком кожи, на мой взгляд. Я ей пользуюсь. Я на каждый день ей просто даже пользуюсь. Она хорошо выглядит. Все. Экскурс по косметичке закончен. Я, кстати, заканчиваю, потому что я так понимаю, что надо мне идти за водой, за едой. Воды дома нет, Ярославы нет. Никого нет, я уже есть начинаю хотеть. Мне уже надо идти раздобывать пищу куда-то. Или звонить ей, или идти, я не знаю, там на выставку куда-то. Лицо, во-первых, умыть, потому что я уже чумаза, у меня грим въелся, я уже каким-то пятнами пятнеть начала. Как вы там вчера Любовь и Голуби смотрели. Она, говорит, уже пятнеть начала. Вот я уже пятнеть начала, короче. Пойду тогда. Все, я уж вам два часа с вами сижу, потому что я жду Ярославы. Потому что она придет, возьмет меня, отведет меня куда-нибудь есть, ужинать. Но нет, она где-то шарится. Забыла про меня. Друг называется. Я шучу. Ладно, ребятки, девчатки, уже пойду я, короче, по делам куда-нибудь. Придумаю все дела, сейчас уже с ума схожу. Вот, спасибо вам за эфир. Трансляцию удалять не буду, так и быть. Вот, всех целую и обнимаю. Спасибо вам большое за пожелания. За приятные слова, за поддержку. Вот, спасибо, что вы были со мной все это долгое время. Все, всем пока. Всех целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok